От внешнего управления Да Некоторые говорят, что его нет, но как же нет А хотят отменить, да, совершенно верно Хотят отменить, например, больничные листы Вы знаете, что в рекомендациях следующих МВФ Содержится требование отменить больничные листы Ну это тогда и работающие люди не смогут Да, они не смогут просто болеть Ну это международная норма Они считают, что это международная норма Но это на самом деле так То есть в Европе такого понятия нет А вот они хотят и нам это сделать На самом деле они хотят просто выгнать людей Ну ухудшив их жизнь На улице для того, чтобы они сами себя уничтожили Уничтожили государство, уничтожили То, что скрепляет наше Отечество То есть, ну государство это что такое? Государство и Отечество, это можно поставить знак равенства То есть если ты против государства, значит, ты против Отечества Какое бы государство не было, как бы Какие бы законы не были Это наше Отечество Можно бороться с законами с законами можно бороться мирным путем но бороться против государства это все равно что бороться против самой самих себя наше государство государство ведь это же не только там полиция хотя и полиция как без полиции жизнь как 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 можно жить когда любой преступник да будет чувствовать свою полную без заказанность это же невозможно так они потому что против государства это даже не либералы вот те люди которые сейчас те люди которые сейчас против государства которые себя называют забирала на самом деле они либералы они просто два враги нашего отечества потому что он стоит на пути разрушения государства вот почему до совершенно православие тоже стоит на этом пути на самом деле настоящая православие она стоит на пути разрушения государства она одной из креп государства есть одной из тех структур до ну на разном уровне структуры возникают там есть государственное государственное управление а есть духовная до структура вот православие это духовная некая структура которая скрепляет на на наш единый народ на духовном уровне на уровне нравственности на уровне духовности и если но есть цель разрушения на на наш нас уничтожение нас у надо значит уничтожать вот эти скрепы надо уничтожить на той же государство надо уничтожить духовную скрест крепкую церковь православия вот этим и занимаются почему вот и в но украины пример почему возник вот это вот раскол до его искусственно сделали да для для ослабления православия для фли от для ослабления вот это скрепы на что убери скрепы ничего и народа нет если убрать скрепы все разрушится да поэтому либерал это никакие не либералы это ради отечества а настоящий либерализм на самом деле совсем не то вот если говорить о настоящем либерализме это что такое это свобода в экономическом развитии то есть это не вот есть например жесткая линия государственное управление которое сейчас кстати нет в экономике она отсутствует потому что вертикально начало инструкционно из центра принятия решений цена принятия решений это то место где принимают конкретное решение о развитии какой-то области например в экономике а у нас решение например вот кто принял решение строительства например самолетового суперджета вот этого его приняли в лондоне потому что они именно финансировали этот проект у нас вся экономика она так как она офшорная она вся управляемая естественно извини вся экономика а те проекты которые какие-то государственные которые в бюджет и идут это ж не экономика это какие-то военные или какие-то национальные проекты которые финансируются в бюджет это минимальная часть это минимум экономики какая-то маленькая маленький кусочек она который не определяет всю экономику ясно дело что если экономика сильная большая крупная то пополнение бюджет более солидные значит можно и так проекты сделать более грандиозные сейчас пока мы этого лишены потому что у нас центральный банк это агент запада агент влияния по нашему закону по конституции потому что у нас конституции записано что международные принципы и нормы являются основой нашего права вот закон о центральном банке прямо отдает образы управления экономикой центральным банком международного валютного фонда вот а международный валютный фонд по закону о центральном банке единственный дефицитарий выгодоприобретатель деятельности центрального банка да а финансирование собственной экономики в нашем центральном банке запрещено он не имеет права даже кредитовать наше правительство то есть центральный банк не отвечает по обязательствам государства а государство не отвечает по обязательствам центрального банка и центральный банк даже может подавать в международные третейские суды на государство То есть, ну, ясное дело, что он не наш. Вот только там название наше. Центральный банк Российской Федерации. Вот, а даже если посмотреть на герб, вот, ну, если взять какую-нибудь деньгу, которое выпускает Центральный банк, то это непонятный какой-то... Это не герб России. Это не герб России. Это, вообще говоря, вот этот вот зверь, который там нарисован, это больше напоминает знак Временного правительства. А в Российской Федерации там совсем другой герб. Это мы посмотрим. Этот двуглавый орел, он не такой двуглавый орел, так и на самом деле, это же... Вот если уже купюру поднять, там написано, что это банк Российской Федерации. То есть, эта купюра не... Казначейский билет государства. Не обеспечена богатством государства. А это банк... То есть, это банкнота Центрального банка. Принадлеженец Центрального банка. А обеспечена она долларом. Она... Да, она не наша. Она только название имеет, рубль. По сути дела, это перекрашенный доллар. То есть, для того, чтобы нам выпустить новые рубли, новые, ну, для развития экономики, нужны дополнительные рубли, да? Мы их должны купить. Это право на бирже, покупая доллары. За природные ресурсы, за нефть, за газ. Вот как сделано было. Закон о Центральном банке вышел до 93-го года. Но после 93-го года мы не имеем права это поменять. Вот как получилось. Мы это право отдали международным организациям. МВФ там...